В Печенскую ЦРБ приехал медотряд «Шок» из Санкт-Петербурга. Кто-то на практику, кто-то сразу трудоустроился. Правда, пока только на месяц. Сейчас мы познакомимся с ребятами и узнаем, планируют ли они вернуться в наш регион снова. Первый новоиспеченный сотрудник больницы – Александр Симаков. Молодой человек сейчас работает медбратом в приемном отделении. Здравствуйте, приемная с полярным. Говорит, телефон от звонков разрывается, да и бумажной работы много. К тому же приходится выполнять сразу несколько задач. В отличие от крупных стационаров, здесь, по словам Александра, нужно быть многостаночником. Ставить капельницы, клизмы, брать кровь на анализ. Планирую сам пойти в именно онкологию как специальность, не хирургию. Химиотерапию, иммунотерапию, таргетной терапии и так далее. Там просто это все объединяется в одну специальность. Научные работы пишу по данной теме. В седьмой палате женщина докапывалась, я их поменяла. И там в этой палате, тоже после этой капельницы, снимешь катетер и на этом все. Два студента работают в хирургическом отделении, два в терапевтическом. Те, кто уже получил специальный сертификат, трудоустроены официально. График с 8 до 16 часов. Валерия Шишкова проходит только практику, но работы в нее ничуть не меньше. Практика, третий курс включает в себя врачебно-диагностическую, терапевтическую, хирургическую. То есть мы как помощники врача, мы ходим с ними на обходы с утра, помогаем им проводить какие-то обследования. Ребята занимают должности медбратьев и сестер. Врачи отмечают, что медотряд действительно большое подспорье. Специалистов летом не хватает, особенно младшего медицинского персонала. Это просто для нас подарок, потому что ребята молодые, энергичные, очень хорошо справляются со своими обязанностями, во всем нам помогают. Я уже пятый год выезжаю со студенческими медицинскими отрядами, всегда в маленькие города, во всех городах. Нас очень приветливо, доброжелательно встречают, потому что 18 человек поддержки для больницы – это очень много. Попасть в такой отряд может практически каждый студент университета имени Мечникова. С 2017 года будущие врачи побывали в Великих Луках, Сегежи, теперь вот и в Кольском Заполярье. В их планах помимо работы успеть на экскурсии, чтобы познакомиться с историей края и насладиться красотой природы. 5 августа они отправятся домой. Мария Гусакова, Максим Кравченко, ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова